Отец современной науки Галилео Галилей, древнегреческий поэт Гомер, русский ученый Николай Лобачевский. Все они потеряли зрение, что вовсе не помешало им стать великими людьми своей эпохи. Мы восхищаемся теми, кто, преодолевая свой недуг, достиг немалых высот. Именно на таких людей равняются и участники областного интеллектуально-познавательного конкурса «Эрудит», который прошел в нашем городе. Сегодня присутствует 8 команд из Брестской области. Вопросы готовит общественное объединение БелТИС. Мы помогаем судить и также в проведении непосредственно самого мероприятия. Сотрудничаем мы с общественным объединением БелТИС уже многие годы. У нас схожие цели и задачи. Это помощь, в первую очередь, гражданам с инвалидностью по зрению. Вы знаете, что отличает морского конька от других обитателей животного мира? И сколько сердец у осьминога? А участники интеллектуального конкурса «Эрудит» знают ответы на эти и многие другие вопросы. Команда из Бреста уже не в первый раз пробует свои силы и в прошлом году даже стала победителем. В прошлом году тема была по истории Бреста к тысячелетию, поэтому я уже, как говорила, ну, сам Бог велел нам победить. И, наверное, стыдно было бы нам не победить. Кто-то интересуется интеллектуальными играми, кому-то нравится, кто-то спортом занимается. Ну и мы, конечно, ежегодно участвуем в этом конкурсе. Интеллектуальное сражение выдалось горячим, и чтобы разрядить атмосферу, гостей и участников радовал своим пением и танцами народный хоровой коллектив Брестского музыкального колледжа «Купавушка». Вопросы были настолько захватывающими, что даже во время вступления 40 участников из 8 команд Бреста и Брестской области не прекращали мозговой штурм. В конкурсе «Руди» 4 раунда «Правда или ложь?» 4 на 4 «Что, где, когда?» «Кроссворд» и «Брэн Лото». Участники могли проверить свои знания, смекалку, логическое мышление и проявить сплоченность. Люди всегда ждут этот конкурс. У нас во многих организациях, в городах, я знаю, в Кобрине проводится, в Пинске проводится, в Барановичах, в Иваново всегда проводятся тоже похожие конкурсы. И они даже участвуют в обычных интеллектуальных играх, которые проводятся в городе не просто в нашей системе, а просто выставляют свою команду наравне со зрячими людьми. И люди с удовольствием участвуют и в наших конкурсах. Победителем в этот раз стала команда «Импульс» из Кобрина. Но удовольствие и положительные эмоции получили все без исключения участники, организаторы и гости мероприятия.